Всем привет, это снова я. Жарким летом положено делать жаркие блюда, поэтому сегодня мы делаем сатэ. Но не сотэ, это там овощная такая штуковина, а сатэ. То есть это из Юго-Восточной Азии, из Индонезии, Малайзии, такое блюдо, курица на прутьях. Соответственно, именно такое сатэ мы сделаем, но не по малайзийскому, индонезийскому рецепту, а по шри-ланкийскому. Значит, почему? Потому что в классическом малайзийском рецепте там используется арахисовая паста и паста карри. То есть, во-первых, их днем с огнем не найдешь, во-вторых, там замута страшная. Я поэтому нашел рецепт, который гораздо проще. Так делают сатэ на Шри-ланке. Получается очень классно, это абсолютно отличное блюдо для большой компании или пивной вечеринки. Традиционно начинаем с обзора ингредиентов. Что потребуется? Ну, разумеется, курица, вот здесь имеется в виду куриная грудка, да, то есть здесь примерно 800 грамм. Кроме этого потребуется, значит, еще специи, значит, куркума, порошок перца чили, кинза, паприка, зира и, кроме этого, еще нужно будет кокосовое молоко. Кстати, самый замутанный, наверное, ингредиент, но при этом, на самом деле, он стоит не очень дорого и купить его можно много где. Вот, белый винный уксус, значит, оливковое масло, традиционно соль, перец, как обычно, вот, и еще дополнительные вещи. Для гарнира нужен будет красный лук, свежие огурцы, вот, для соуса луковица, значит, вот такой вот небольшой кусочек, ну, там нужно всего, на самом деле, столовая ложка имбиря, курня имбиря, вот, и чеснок. То есть, вот это все, что нужно. Еще один важный момент. Нам, конечно же, поскольку мы готовим соте, да, то нам нужны будут шпажки. То есть, вот у меня такие шпажки замочены, они, где-то уже час у меня в воде стоят. Эти шпажки не очень длинные, то есть, они длиной 50 сантиметров. И еще один важный аксессуар, это фольга. Из нее я буду делать жароотсекатель, в общем, увидите, как это все работает, вот, чтобы шпажки не горели. Значит, сначала нужно, конечно же, замариновать курицу. Вообще, чем дольше она маринуется, тем лучше. Но у нас времени не очень много, поэтому я ее всего минут на 30 положу. Значит, мариноваться нужно, мариновать ее нужно минимум 30 минут, лучше, конечно, там, 4-5 часов. Значит, для пряной смеси я беру одну столовую ложку паприки, две чайных ложки кинзы, одну чайную ложку соли и перец по вкусу. Вообще, традиционно, как бы, все эти блюда делаются достаточно острыми, вот. Но я сильно острые, мои домашние не любят, поэтому я добавлю так немножко, где-то, наверное, четверть чайной ложки. Вот. Сюда теперь, в эту полученную пряную смесь, нужно добавить примерно 3 столовых ложки оливкового масла и последние два зубчика чеснока выдавить прессом. Вот. У нас получилась такая вот жидкая пряная смесь. Они, кстати, бывают жидкие, есть целый класс пряных смесей жидких. Я нужно просто перемешать тщательно. Красиво, благородный цвет. Все. Вот именно в этом мы будем курицу мариновать. А сейчас займемся, собственно, куриной грудкой. Ускорить все очень просто. Кстати, блюдо простое, готовится элементарно. Просто ее вот так промакиваем всю. Кстати, обратите внимание, я готовлю всего три куриных грудки. В общем, весом 800 грамм. То есть, если у вас большая компания, то лучше берите больше. Я вот, ну, как бы, наверное, человек на 6, на 7, нужно три раза по три таких грудки. То есть, соответственно, все остальные ингредиенты тоже умножайте на три. Что делаем с грудкой? Если есть малое филе, то вырезаем его. Здесь в данном случае его нет. А дальше все очень просто. Дальше нам нужно нарезать тонкие кусочки размером, ну, примерно, как мизинец. Сейчас покажу. Вот. Соответственно, нужно, чтобы получились кусочки вот примерно такие. То есть, ну, где-то как палец, да, по длине. Вот такие. Не очень, не самый удачный. Сейчас покажу на более длинном. Пополам его режем и получается как раз то, что нужно. И все ее так нужно порезать. То есть, у нее толщина сантиметр где-то, а по длине длиной с палец. Если получился вот такой слишком широкий, то и вот можно еще пополам разрезать. Вообще, на самом деле, кто как любит. Кто-то любит, чтобы курицы было побольше. Вот. А я люблю, чтобы кусочки были помельче. Они тогда отлично прожариваются. Вот. И на них образуется хрустящая корочка. Она прям просто прелесть. Вот. Столько получилось курицы. После этого перекладываем все кусочки вот в такую емкость подходящую, да. И, соответственно, заливаем маринадом. Разумеется, все это перемешиваем. Важно, чтобы они не просто так слегка обвалялись, а прям, чтобы хорошо прям соединились с этой жидкой прядкой. С этой жидкой смесью, с этим маринадом. Можно даже чуть-чуть повтирать. Руками. Вот. Все. И вот эту вот курочку убираем в холодильник. Как я уже сказал, да, минимум на 30 минут, но лучше больше. Лучше там на 3, 4, 5 часов, может даже 6 часов. Сейчас она тогда будет ароматнее, вкуснее, гораздо лучше получится. Еще одно дело, которое нужно сделать до розжига стартера, это приготовить соус. Значит, для соуса нужен лук, луковица, значит, имбирь, два зубчика чеснока и пряности с маслом. Сейчас все покажу. Ну, начнем, разумеется, с лука. Его нужно порезать как можно мельче. Имбирь, его нужно всего 1 столовая ложка. Тут его слишком много, где-то половину этого. Но сначала нужно почистить, соответственно, а потом его меленько-меленько порвить. Ну, вот я очистил имбирь и вот примерно кусочек так вот отрезаю. Вот, и его нужно просто как можно мельче порвить. Ну, все, вот столько получилось имбиря. Примерно столовая ложка. Все, начинаем готовить соус. Добавляем в сотейник 3 столовых ложки масла оливкового. И ставим его на огонь. И все, теперь туда, как масло нагреется, бросаем весь лук, который у нас есть. Также отправляем имбирь. Два зубчика чеснока. Вот, я уменьшаю огонь, делаю такой средненький. Вот, и добавлю туда сейчас остальные специи. Туда же отправляем чайную ложку кинзы, чайную ложку зиры, пол чайной ложки паприки, пол чайной ложки куркумы. И туда же по вкусу добавляем соль с перцем. Все это дело солим и перчим. Еще добавим перца чили. Тем, кто любит поострее, соответственно, добавляйте больше. Я вот тут где-то одну восьмую чайную ложку добавил. Все это перемешиваем. Огонь убавляем до такого средне-слабого. И где-то, наверное, минут пять жарим, для того, чтобы лук стал совсем-совсем мягким и, может быть, даже немножко поджарился. Аромат стоит потрясающий. Прям такая экзотика. С островов, с атоллов. Пока жарится лук, разберемся с кокосовым молоком. Это не самое, конечно, крутое кокосовое молоко, которое можно купить. Зато стоит очень дешево. И на самом деле настоящее кокосовое. Вот оно как сливки, сметана, вот так все сверху собралось. Его нужно аккуратненько размешать. Потому что внизу жидкость, а сверху вот это вот все сливки вот эти. Вот когда оно размешалось, вот такая вот шуткоина получается. Все, у нас лук уже практически готов. Сюда можно добавлять молоко. Кокосовое молоко нужно стакан. То есть если в этой банке примерно 400 с чем-то миллилитров, то половина вот этой баночки. Последнее, что нужно добавить, это уксус. Но уксус, кстати, добавляется по вкусу. Вот я так вот без горки столовую ложку сделаю. Теперь этот соус нужно варить примерно в два раза. Может быть даже больше. Он должен получиться как жидкая сметана. Вот сейчас он совсем жиденький. А нужно, чтобы он выкипал. Я прибавлю огонь, доведу его до кипения, а потом убавлю, чтобы он не пригорает. Вот он закипел, я уменьшаю огонь. И примерно 10 минут уваривать его, помешиваю. Чтобы жарить соте, нужен прямой, среднесильный, ну или сильный жар. Поэтому я буду использовать 3 четвертых стартера. Три четверти засыпаю. Есть время приготовить жароотсекатель из фольги. Ну вот примерно такой я его положу на решетку. Здесь будет уголь, а здесь будут лежать шпажки. Чтобы они не горели, кончики шпажек. И чтобы их можно было брать, ну рукой их все равно, конечно, тяжело брать. Чтобы их можно было переворачивать, вот они будут находиться над этой фольгой. Ну вот соус у нас выварился примерно в два раза. То, что я говорил, такая жидкая сметана. Его можно уже выключить, оставить прям тут на плите. Пришло время нанизывать курицу. Самая любимая работа. Как нанизывать? Как хотите, так и нанизывайте. Самое главное, чтобы она, чтобы кончик шпажки практически не торчал. Вот, например, если я обнаружил, что такой кусочек слишком толстоват, лучше его разрежем вдоль. Кстати, я забыл сказать, сколько нужно шпажек. Ну, я обычно беру сотню, но в среднем уходят где-то от 40 до 60 штук. В зависимости от того, насколько мелко вы порежете курицу. Ну вот, как выглядят три куриные грудки на шпажках. Кстати, по поводу, видите, да, сколько палочек получилось? По поводу палочек. Оставшиеся я просто очень мудро делаю все время. Достаю их в пакет и в холодильник морозилку замораживаю. Вот, потом можно будет не вымачивать, а просто сразу из морозилки достаете, насаживаете. Теперь приступаем к жарке, засыпаем оголь. Конфигурацию я сделал где-то, ну, не 50 на 50, получается 60 на 40. Кстати, этот рецепт еще интересен тем, что крышку гриля можно не закрывать. Потому что курица такая тонко нарезанная, она жарится вообще очень быстро. А это значит, что таким же образом можно жарить на мангале. Вот, но тем не менее, я вначале, перед тем, как пожарить, закрою крышку гриля, чтобы обгорела решетка и гриль нагрелся. Термометр показывает температуру в районе где-то 220. Это с закрытой крышкой. Ну, как раз то, что нужно. Вот, я теперь устанавливаю жароотсекатель по границе. Кстати, обратите внимание, как я положил решетку. То есть, прутья лежат поперек. Я буду класть на нее шпажки, вот так. Поэтому лучше, чтобы прутья были поперек продуктов. Ну, а дальше все просто. Выкладываем курицу. Кусочки поменьше кладу ближе к краю. А то, что покрупнее, соответственно, в центр. Как я уже говорил, крышку можно не закрывать, жарить прям так. Они вообще достаточно быстро жарятся. Но, если хотите ускорить, то крышку можно закрыть. Тогда на 2-3 минутки закрываете, открываете. Ну, вообще, это блюдо готовится очень быстро. Вот, посмотрите, да? Видите, уже все с одной стороны поджарилось, а это белое. Говорит о том, что оно готово со стороны. Вообще, в целом, при приготовлении ориентируйтесь на цвет мяса. То есть, оно должно стать белым полностью. Все. То есть, если видно какие-то места, которые сыроватые, ну, значит, ее нужно чуть подольше подержать на решетке, повернуть другим бочком, таким вот образом. Кстати, имейте в виду, что... Может показаться, что фольга не нагревается. На самом деле, она достаточно сильно нагревается. Вот, я так вот тут ловко пальцами делаю, но периодически обжигаюсь. Поэтому лучше, конечно, в перчатках это делать. В перчатках получится... Вот, сейчас точно не могу взять. Вот таким образом. То есть, это самый безопасный вариант. И комфортный. Меня за кадром спросили, сколько готовится. Но в среднем от 3 до 6 минут. Вот, опять же, в зависимости от жара. Вот, и толщины кусочков самих. Ну, вот, их тут частично уже можно снимать. Тут уже готов. Кстати, точно такой же сотей я делал ее на газовом бриле. Вот, но на угольном люблю особенно, потому что на угольном он получается значительно интереснее. Вот, как-то ароматнее, что ли, не знаю, корочка хрустящая прям еще. Ну, такая не хрустящая, а поджаристная. Да, и сочнее. Вот, прям, заметно сочнее. А газовым почему-то они чуть подсыхают. Ну, достаю последнюю. Вот они, готовые. На все про все ушло где-то примерно минут 12. То есть, вы считаете, 3 куриных грудки 12 минут. И вот такое количество получается. Да, и, кстати, жара там еще полно. То есть, от этой вот одной закладки угля, я думаю, на 5 таких партий хватит совершенно спокойно. Ну, 4-то точно. Делаем подачу традиционную. Значит, лук режем такими четверткольцами, достаточно крупными. И огурчик тоже достаточно крупным. Вот так. Такими колечками. Как вы все любите, традиционно надо попробовать, продегустировать. Очень сочно получается всегда. Я уже говорил, что на угольном получается сочнее, чем на газовом. Кстати, как еще едят огурцы. То есть, берете огурчик, накалываете его вот так вот на шпажку и в соус. Соус потрясающий. В общем, ребят, я невеликий фанат юго-восточной такой океанской кухни. Но вот это блюдо, оно меня просто выкашивает. То есть, обожаю его вообще. Готовь его прям пачками целыми. Готовить, есть прям отлично подходит и к пиву, отлично подходит даже к вину. Что удивительно, да, вот летом белому вину прекрасно. Ну, вот такая у нас получилась подача. У нее даже вид, да, юго-восточный. Азиатский такой. В общем, ребят, по поводу гарнира. Это традиционный гарнир ксатэ. То есть, огурцы, красный лук. Причем, несмотря на то, что это стрит-фуд, но у них точно есть вкус очень хороший. Потому что эти овощи, они отлично оттеняют остроту соуса, остроту самих самого куриного мяса. То есть, прям идеально подходит. Даже лук красный тоже идеально. Ну, и плюс вот так вот обмакивать его в соус. Это просто замечательно. Вот, в общем, если кому-то понравилось, готовьте больше. Я очень рекомендую. Классная штука. Вот, сразу закупайте курицу прям пачками. И поехали. Ну, естественно, если будете готовить больше курицы, то ингредиенты все умножайте пропорционально. Ну, что, всем пока. Всем приятного аппетита. И удачного барбекю. Субтитры сделал DimaTorzok